Летом вода с перебоями, а зимой без отопления. Жители улицы Молодежная, села Бесколь, задаются вопросом, когда они начнут жить, как нормальные люди. В надежде быть услышанными они обратились с письмом в нашу редакцию. Почему их вопрос до сих пор не решен, узнавала моя коллега Гюзель Закарья. Столько лет дома и никаких продвижений, ни воды, ни тепла. Люди надеются, надеются, везде проводят, а наш дом почему так оставили в стороне. Мы тоже хотим жить по-человечески. Да, мы действительно хотим жить по-человечески. Мы не маленькие, не молоденькие. Просто 2 года назад я по этой причине похоронила мужа. Он поднял на третий этаж дрова мне и поднялось высокое давление, инсульты, все, я его похоронила. И молодой мужчина умер. 64 года. Жители Бесколя устали от бесконечных обещаний, они не раз обивали порог Акимата. Уж слишком много накопилось вопросов, а из ответов только эти два листка. По словам местных жителей, уже который год на их улицу не подают тепло, ссылаясь на загруженность тепловых сетей. В том году нам пообещали подключить в течение года до Нового года. Люди расслабились, никто ничего не покупал, ни дрова, ничего. Когда дело коснулось отопительного сезона, сказали, извините, мы вас не подключим в этом году, на следующий год. То есть в этом году опять ситуация. Они начали с других улиц, хотя обещание было дано при Акиме области. В этих домах в большинстве живут пенсионеры. Здоровье и возраст не позволяют поднимать дрова на верхние этажи, но деваться некуда. Антонине Ивановой 82 года. Много лет она живет здесь вместе с супругом. Он инвалид второй группы. И вместо того, чтобы проводить свои светлые годы в тишине и спокойствии, женщины приходятся в мороз по несколько раз бегать в дровник и обратно. Доживет ли до дня ИКС, пенсионерка не знает. Уже сам он не может ходить на улицу. Я сама таскаю дрова. Еле как поднимаюсь по ступенькам. Вот эти наши печки, вот все это загармождение. И так мы пользуемся этим. Хотим пожить, как белые люди. Но не получается. Напомним, что осенью прошлого года тепло получили более 600 абонентов. Это порядка 50 многоквартирных, 20 частных домов, а также 23 социальных объекта. В скором времени обещали подключить и остальные, в их числе и жители домов по Молодежной. Когда же тепло придет в их дома, мы попытались узнать в сельском Акимате. В настоящее время в котельной требуется ремонт, где мы уже заявку подали. То есть, соответственно, дополнительная нагрузка же будет, если дополнительные какие-то улицы будем подключать. Мы должны исходить от того, что по готовности котельной. А так у нас в планах есть именно подключение. Конкретный срок я не могу вам сказать, потому что все зависит от бюджета. В районном отделе ЖКХ заверили, что на данный момент ведутся подготовительные работы. Как говорят старожилы, самое обидное, что раньше в этих домах было центральное отопление и чистая питьевая вода. Но после развала котельную продали и жильцам пришлось соорудить печи. Дымоход вывели через вентиляцию. Как их изобретения не стали причиной пожара, остается загадкой. Сами сельчане знают об опасности и уже 30 лет живут, как на пороховой бочке. Однако это не единственная проблема, которая их беспокоит. До квартир на третьем этаже крайне редко доходит вода. Как воды у нас нету, у нас вот кастрюли, ведра. Воду нам обещали провести в 2010 году. Я лично беседовал с Акимом сельского округа, который меня заверил в 2010 году, что деньги выделены из бюджета района и будет проведена у вас вода по улице Молодя. Вот и ныне там. Сколько еще ждать человеческих условий для жизни, никто не знает. Остается лишь надеяться, что эту зиму сельчане переживут без происшествий. Гюзель Закарья, Михаил Казначеев, Новости МТРК.